Всем доброе утро, многие у меня спрашивали в социальных сетях относительно моего собственного веса, поэтому я думаю, что я сейчас отвечу вам на этот вопрос. Это при том, что я как и никак в одежде и плюс ко всему я уже позавтракал, поэтому где-то реальный вес 180,5 плюс-минус. Так, ну и теперь немного непосредственно об анализе техники и предыдущего толчка. Для себя я отметил, в принципе, и почувствовал следующий момент. Самый важный, самый первый – это подсет и удержание штанги на плечах. Для этого я буду работать над двумя упражнениями, я покажу их сегодня и завтра. Следующее – это уход под штангу, потому что понятно, что когда вес предельный, важно все, но я почувствовал и проанализировал движение, понял, что нужно еще поработать над скоростью ухода под штангу. Для этого я тоже буду работать с маленьким весом, в принципе, наверное, каждую тренировку по 6-5-6 подходов тоже вам все покажу. Следующее – нужно укрепить немного пресс в спину, то есть корсет, потому что когда со штангой стоишь, есть немножко такое гуляние, ну и, конечно же, укрепить руки. Поэтому какие-то упражнения я покажу сегодня, какие-то упражнения я покажу в течение следующих тренировок, но, как я и обещал, все 10 тренировок, все 10 видео выйдут, и за эти 10 тренировок я постараюсь вам рассказать все то, над чем и как я работаю, и я уверен, что это будет вам полезно, потому что многие, у всех ошибки одни и те же, поэтому для их решения я уверен, что вы будете использовать, либо применять те решения, которые применяю я. Смотрим. Разминка и немного работы для укрепления пресса, укрепления боковых мышц. В общем, качаем корсет. Конечно же, упражнений очень много, которыми можно это делать. Я это привык делать с резинкой, потому что она всегда у меня под рукой, вне зависимости от того, в зале я или нет. Также я очень часто использую ее во время перелета в аэропорту, поэтому мне удобнее работать с ней. Я чувствую, что с ней можно также варьировать нагрузку. Следующее упражнение, которое я сегодня поделаю, я не знаю, как его назвать. Предназначено оно для того, чтобы во время съема штанги, это я очень часто говорю, что мы должны держать штангу на плечах, чтобы наши плечи были как наши стойки. Поэтому существует такой момент, когда мы начинаем снимать штангу, и мы чувствуем, что тяжело, наши плечи сами по себе невольно уходят вниз. Вот для того, чтобы это немножко исправить, немножко потренировать, я использую вот это вот упражнение. Делаю его приблизительно от 80 до 120 килограмм. Не так часто, может быть раз в неделю, может быть даже раз в две недели, в зависимости от потребности. Поэтому посмотрите. Обратите внимание на то, где лежит штанг. Субтитры создавал DimaTorzok И так, переходим к самому веселому. Жим штанги с резинками. Я думаю, что многие из вас уже видели это упражнение в моем исполнении, и не только в моем исполнении. Хотел бы сказать, что проблема фиксации, я уверен, что есть у всех. Все ее испытывают, потому что одно дело подсесть, другое дело вытолкнуть, это все хорошо. Но когда ты сделал 99% работы и не зафиксировал правильно штангу, она упала, становится, конечно, обидно. Поэтому над фиксацией, над удержанием штанги над головой нужно также достаточно много работать. И в этом вопросе я очень доверяю вот этому упражнению, потому что его можно применять как и в швунге, так и в ножницах. В ножницах его исполнение, конечно, немного сложнее. Основная его задача заключается в том, что заставить блины за счет резинок двигаться и при выжимании заставить наше тело зафиксировать штангу и удержать ее 4 секунды. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Я думаю, что когда вы его попробуете в первый раз, если вы его еще не пробовали, вы сразу все поймете. К примеру, у меня сейчас стоит 60, здесь 60 килограмм. Но основная проблема заключается не в том, как выжить 60 килограмм, а как его держать. Поэтому акцент мы делаем непосредственно вверху при фиксации. То есть чем больше мы стоим, чем сильнее телепаются блины, чем сильнее телепаются блины, тем больше нам нужно их стабилизировать и тем лучше мы тренируем фиксацию, в толчке. Поэтому если вы отработали и чувствуете, что вам хочется больше, вы просто можете активнее вытолкнуть ее, потому что из-за этого нам будет гулять и вам придется больше стабилизировать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому, чтобы избавиться от этого, лучше использовать дополнение резинки И движение получается плавно и очень хорошо тянется. По крайней мере мне очень нравится. Здесь тренируемся вместе, тренируемся правильно. До свидания. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok